Подробнее об этом смотрите в нашем завтрашнем выпуске. А сегодня днем Михаил Бабич встретился с жителями дома, разрушенного при взрыве в Туфси. Приволжский полпред поинтересовался, какую помощь получили пострадавшие. Подробности у Дмитрия Ковалева. Наедине со своей бедой людей не оставляют. На происшествия в Туфсях чувашские власти среагировали тотчас. Деньги пострадавшим начали перечислять через несколько дней после трагедии. Семьям, в которых погибли люди, выделили по миллиону рублей. Но без внимания не оставили и других жильцов. Елена Михайлова, кроме материальной помощи, получила и страховые компенсации за личное имущество. Ее квартира при взрыве дома пострадала больше всего. Немедленное принятие необходимых решений. Ну, собственно, поэтому удалось последствия минимизировать. Хотя лучше бы, конечно, таких случаев не было. Окончательно решены и жилищные вопросы. Четыре семьи уже обосновались в новых благоустроенных квартирах. Ключи в ближайшее время планируют получить еще четыре семьи. Все остальные на время переехали к своим родственникам. Изначально обговаривали, что туфсинцам квартиры предложат и в Чебоксарах. Но уезжать в столицу никто не захотел. Многие работают в районном центре. Добираться туда каждый день накладно. Сейчас в Туфси возводят новый дом. В нем и поселятся все 80 семей. Сроки окончания работы уже обозначены. Мы взяли обязательство обеспечить доступным жильем всех семей, которые проживали данным многоквартирным домом. Сегодня Михаил Викторович тоже встречался, общались. Мы взяли на себя в течение шести-семи месяцев, но к первому октября сроку поставлено, все 18 семей будет расселены. Это в окончательном варианте. Они вернутся в родные места, где жили, где родились. Наша задача в течение этого срока построить, средства в бюджете у нас обозначены, все решения, которые нужно было принять, мы приняли. Под жестким контролем будем исполнять все те свои обязательства, которые ему даны. На встрече с полпредом жители просили не только за себя. Многие обеспокоены судьбой главы местного сельского поселения. Сейчас в отношении него ведется проверка. Михаил Бабич пообещал, что расследование будет компетентным и поставил его ход под свой личный контроль. Если вина будет установлена, соответственно, будет наказано. Хотя мы понимаем, что это действительно несчастный случай, но раньше времени, наверное, было бы. Дмитрий Точилов, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.